Здравствуйте, друзья. Жаль, урол не дожил. Ему бы такое понравилось. Диктатору рассказывает, что россияне в целом довольны соблюдением своих прав и свобод. Очень важно отслеживать, как люди оценивают состояние своей защищенности. Если 10 лет назад люди считали, что права их соблюдаются только в 32%, то сегодня эта цифра гораздо выше 52%. А среди кого опрос проводился? Среди тех, кого в тюрьме током пытали? Наоборот, количество граждан, которые критически оценивают и считают, что не соблюдаются права граждан, уменьшилось с 63% до 36%. А, понятно. Видимо, из-за этого Путин в бронежилете начал ходить. И это результат последовательной, серьезной работы всех государственных органов по выполнению своей конституционной обязанности защита прав и свобод человека и гражданина. Слабенько. Слабенько. Третий год войны идет. Экономика уничтожена. Думаю, самое время уже начинать хлопать. Это Курская область. Вторая после Белгородской, где люди на 52% довольны уровнем своей безопасности. Отворот Роман Рейт и Герсти. Так, судя по всему, нас ожидает приостановка матча. Команды отправляются в подтрибунное помещение. Эти команды отправляются и болельщики с трибун в том числе. Уважаемые болельщики, звучит сигнал ракетной опасности. Просьба, сохраняя спокойствие, не создавая панику, погинуть пределы стадиона, трудовые резервы. Ближайшие укрытия находятся на многоуровневой парковке торгового комплекса. Россия – это единственная страна в мире, в которой футбольный матч заканчивается не поражением, ни победой, ни ничьей, а забегом в бомбоубежище. На Алтае люди разрезают банковские карты Сбербанка. После того, как уличный решал огрев, выгнал таксистов из местного аэропорта. Действующая карта Сбера – это ответ грефу этому. Вот так вот. И на работу не наниматься к этим. Карту Сбера уничтожаю. Все счета Сбербанка закрываю. Грефбанк. Подогрей ипотечным платежом кремлевских братишек. Это Белгород. Тут тоже люди на 52% удовлетворены соблюдением своих прав и свобод. Одна маленькая проблемка только. Бомбоубежище просят. Вячеслав Владимирович, дайте, пожалуйста, нам убежище. Путин, дай нам укрытие и делай со страной все, что хочешь. Белгородский вокзал превратили в бомжатник. Вот это на автовокзале такой бомжатник. Вообще ужас, знаете, что творится. Людям негде присесть. Все закажено. Бомжи обустроились. Какой ужас вообще. Обалдеть. Ты смотри, что эти голуби из Беллаборатории-то натворили. Это Якутия. Тут самые большие залежи золота, платины и алмазов. Экономика устроена по принципу «алмазы царю» – грязь народу. О, на плакате написано «Гордость России». Россия всегда очень хорошо заботилась о тех, кто за нее воевал. Вот, пожалуйста, новая элита России. Привет, обманутый россиянин. Как ты и говорил, теперь за маслом ведется видеонаблюдение. Все, приехали. Теперь на каждой пачке. Стоит антивынос. Россия. Позорище. И за что только этим маркетологам платят? Я бы написал на обратной стороне «нет денег купить масло». Подпиши контракт с Минобороны. Слушайте, но гордиться тем, что ты родился русским – это то же самое, что гордиться тем, что ты родился, например, во вторник. Россияне, успокойтесь. Вы не сверхнация, и наша страна не сверхдержава. Не существует никакого величия. Мы на данный момент захватчики чужих территорий. Мы принесли нескончаемую боль украинцам, тех, на чьих землях у большинства из нас сейчас живут родственники. Нападать на тех, кто меньше тебя – это не величие. Убивать мирное население на их территории – это не героизм. Мы совершаем преступления, за которые придется отвечать. Наши связи тесно переплетены. Мы убиваем тех, с кем многие семьи россиян имеют родственные связи. Солдаты именно нашей армии, все земли Украины, залили кровью. Вы выбирали веру бункерному деду и верите пропаганде вместо здравомыслия. В 2014 году именно наши войска нарушили границы Украины, и этому есть доказательства. Если бы Гиркин-Стрелков с армией России не нарушил границу суверенного государства Украины, не было бы сейчас никакой войны. Украинцы выбирают президента своей страны не раз в 25 лет, как мы. Вы хоть понимаете, что в России уже 25 лет один и тот же недочеловек вами управляет? Впереди еще как минимум 6 лет тоталитарного режима. Тоталитаризм – это политический режим, подразумевающий абсолютный контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни. Многие из тех, кто пошел воевать в Украину, родились при безумном деде и умирают при нем же по его приказу. А украинцы вправе сами решать, с кем им быть, с Россией или Европой. Их выбор – это Европа. Они не хотят с нами иметь ничего общего. И я их прекрасно понимаю. Невозможно принудить к любви. Невозможно заставить людей хотеть быть рядом с убийцами, насильниками и преступниками. Мы недостойны прощения у тех, у кого наша нация забирает сейчас будущее. А в истории именно россияне будут прописаны во всех учебниках как захватчики и оккупанты, как преступники, мародеры и насильники. Войну в Украине можно отследить практически онлайн и выключив ящик с пропагандой, начать подключать свое мышление. Когда-нибудь вы или ваши потомки будут раскапывать руками братские могилы. И вам придется осознать то, что вы соучастники в гибели тысячи-тысячи украинцев, мирно проживающих на их территориях, пока именно мы не решили, что они нацисты. А по факту нацисты именно россияне. И гордиться этим, по-моему, очень странно. Моя нация стала изгоем во всем здравомыслящем мире. Именно из-за таких, как вы, поддержантов путинского режима. Вот оно теперь отношение к русским. Июнь, лето. Приехал в Турцию отдохнуть. Ребят, всем привет. Мы приехали сегодня в Турцию, повесили российский флаг на дерево у себя на балкончике рядом со своим номером. Не знаю, почему так происходит, но наш российский флаг измазали. Измазали весь наш балкон, все наши лежаки. Вот детский памперс весь. Все вещи в... Ребят, что нам делать? Мы русские. Почему мы не можем приехать и вот такое отношение? Шойгу, Герасимов, не знаете случайно, почему теперь такое отношение к русским?